Памятник культуры Челябинской области Памятник культуры Челябинской области Мне удалось описать более 430 Все они размещены в «Ладжуал», «Живой журнал», группа «Архистраж» И путеводителем к нему есть группа «Архистраж» в Фейсбуке Там альбомы по отдельным регионам Челябинской области И вы можете кликнуть на данную фотографию, перейти в его журнал И посмотреть подробное описание уже какого-то памятника истории культуры Ну, как оказалось, если не брать древности Там первобытный, бронзовый век, железный и прочее То пока мне не удалось увидеть, узнать ни одного памятника архитектуры Ну, вообще какого-то памятника 17 века Поэтому фактически история архитектуры Челябинской области начинается с 18 века И вот одним из интереснейших объектов является подпорная стенка плотины Это верхняя муфалей Эта стенка, ну, естественно, там появился железоделокный завод Заводу требовалась вода Поэтому соорудили вот эту плотину Лет еще 25-30 назад можно было увидеть очень интересные там такие арочные элементы этой плотины Сейчас только вот такая стенка Но она довольно большая, где-то примерно метров 200-250 сохранилась Ну, интересно ведь Прошло более 250 лет, а пока стенка стоит и не рассыпается Ну, аналогичная есть в Челябинске Вы можете посмотреть Это набережная реки Миас Около государственного концертного зала И там тоже есть такая набережная из камней Но более молодая Это начало 19 века Прокладывали, укладывали эти камни на мох И, как видите, стоят они многие десятки лет Еще один тоже в верхнем уфале Это доминный цех Ну, тут можно поспорить Относится ли этот объект Этот памятник архитектуры к 18 веку Никаких точных данных нет Скорее всего, это перестроено Там что-то осталось от 18-го Но в основном, конечно, это уже 19 век К сожалению, вот этот памятник находится в очень плачевом состоянии Вот я вам показываю на этом кадре Ну, наверное, ну, самая лучшая часть А если немножко отойти влево То там пустая площадка без крыши Потому что, к сожалению, в верхнем уфале Закрылся как нигелевый завод, так и закрылся металлургический завод Старый еще 18 века Ну, вот остался вот этот памятник Еще один интересный завод Там, ну, вот я показываю одно здание Это в Кышлине В принципе, там есть еще несколько зданий Вот точных описаний, архивных Что вот именно вот это здание там построено в 18 веке Ну, считается, что скорее всего 18 век Как правило, это перестраивается Ну, вот могу, опять же, сослаться на Челябинск Вот возьмем самый старый дом Челябинска Это труда 86 Труда 86, ну, если вы посмотрите Ну, кажется, довольно современно он выглядит Тем не менее, по всем документам 1826 год То же самое и это здание Возможно, где-то там фундамент Какие-то стенки остались от 18 века Но затем, в последующие годы Все это перестраивалось Ну, тем не менее, что-то сохранилось К сожалению, вот в Кусе Я вот показываю старую фотографию Потому что, когда мы в августе приехали И не сразу даже, ну, благодаря местным там краеведам Мы нашли это здание Но оно сейчас закрыто каким-то жутким железным забором Из профнастила И, с другой стороны, кафе все перестроено Ну, и вот только вот на этой старой фотографии Видно, что это очень интересное здание И построенное в конце 18 века Это здание было приспособлено для заводской конторы Ну, как видите Практически вот то, что я вам сейчас показываю Это все как-то связано с производством То есть плотина Доминый цех Контора Очень печально выглядит здание в Миасе Это дом завода управителя Ну, это не контора Там контора более красивое здание Но уже 19 века А вот 18 век Вот это дом завода управителя Вот если вы Ну, не поленитесь Если вас это заинтересует И зайдете Как я вам советую В живой журнал И найдете вот Конкретно описание вот этого здания Там приведены и старые фотографии И история этого здания Но вот сейчас оно, увы, заброшено Заброшено И в этом здании Даже вот недавно был пожар Ну, каменные, в общем-то С ним вроде бы стены остались Но внутренние перегородки Многие сгорели Еще одна боль Шикарнейшее здание Это белый дом В Каштыне Белый дом Это объект даже не регионального А федерального значения Увы Вот, ну, наверное Вот эта фотография Одна из лучших Если подходишь ближе А тем более внутри Увы Это здание Ремонтируют уже в течение Наверное Десяти или пятнадцати лет И лучше бы Как говорили московские реставраторы Лучше бы они вообще ничего не делали Потому что Заменили Шикарные лестницы Шикарные перекрытия Какими-то питомными Лестницами Битомными Перекрытиями И, конечно Внутренний интерьер Практически потеряет Ну, за исключением Там двух Печей Голландского типа И пару каменов Которые Забиты досками Чтобы варвары Не украли его Хотя, в принципе Здание вроде бы Охраняется И под замком Ну, у нас люди такие Что могут Все что угодно утащить Ну, вот Теперь перейдем Да И вот то, что Предыдущее здание В Кыштиме Это не просто Усадьба Это не просто Белый дом Это практически Единственное В Челябинской области Усадьба Завод Сохранившаяся То есть Там усадьба А рядом Уже Цеха завода Ну, вот В частности То, что я вам показывал Одно из зданий И Вот Была такая легенда Что, дескать Из дома Вот этого Завода управителя Была Проделана Ну, какой-то Подземный вход Был сделан Увы, это не так Но Вот башни Там старые башни Еще есть Вот от башен Действительно Были ходы И они Недавно Их обнаружили И естественно Что Одним из Ну, красивейших Интереснейших Это Культовые Сооружения Один из старейших Это собор Троицы Или Уйский собор В Троицке Ну, опять же Вот То здание Которое построили В 18 веке Оно было очень простенькое Практически Только одна часть А потом уже И колокольни не было А потом позже Уже построили колокольню Вот Недавно Я был буквально Неделю назад В городе Сим Там тоже Церковь Дмитрия Солунского Была построена В 1762 году Но Сейчас она Выглядит Ну, практически Сарай с сараем Там пытаются Что-то делать Там даже Службы идут Потому что В советское время Снесли колокольни Уничтожили Купола И Конечно Требуются Большие средства Чтобы его восстановить В том виде В котором он был А Тем более Что Одним из архитекторов Вот этого Симского собора Или Симского собора Является Архитектор Школы Казакова Московского архитектора Но Вот Уйский собор Который Конечно Был Достраивался И Пугачев Там его Осквернял Но Тем не менее Сейчас он Уже Почти В последней стадии Реконструкции И Выглядит Довольно Интересно Опять Кыштин Ну вот К сожалению Самые такие Интересные Несколько Всего В городах Верхнюфали Кыштин Троиц И В Кыштине Церковь на острове Или Духовская церковь Тоже Оскверненная Пугачевым В общем Пугачевцы Они постарались Где только возможно Сжигали Ломали Грабили Но В общем-то Выставили И вот Снова Вот этот Собор Радует Людей Не только Так сказать Религиозных Но и других Своей красотой Красотой 18 века Еще один Комплекс Таких Интересных Зданий Это Казенные Винные Склады Дело в том Что В конце 19 века Государство Решило Что Нужно Где-то Деньги брать Требуется Пополнять Казну Ну Лучше Всего Это Обложить Акцизами И Вести Водочную Монополию Это было Сделано Всего По Российской Империи Было Построено 400 Складов Ну Склад Это Практически Завод Что Такое Склад Это Значит Те Кто Производит Спирт Ну Там Были Государственные Заводы Но В основном Частные Они Должны Были Сдавать Этот Спирт На Казенный Винный Склад И Там Уже Из Этого Спирта Делали Водку И Соответственно Государство Получало Хорошие Деньги Ну Например По некоторым Данным Где-то В 1910 60-е Годы До 25-30 Процентов Всех Доходов Казны Были За счет Вот этих Продаж Отводки От Акцидов И Вот Один из Челябинс Ну В Челябинской Области Сохранилось Практически Только Три Казенных Винных Склада Один из Них Это В Челябинске В Челябинске На улице Могильникова Раньше Это был Восточный Бульвар Немножко Он Надстроен Но Тем не Мене Этот Комплекс Он Сейчас Довольно Интересен Потому Что Там Есть Основной Корпус Казен Виносклад Где Производилось Изготовление Водки А Также Огромное Спиртохранилище Спиртохранилище Ну Там Цистерны Ну Выше Наверное Вот этой Сцены Две Цистерны Которые Честно говоря Не знаю Как их делали Потому Что Скорее Всего Сначала Делали Клепали Вот эти Цистерны А потом В них Уже Совершались Дания Это Сохранилось И труба 1902 Года Поэтому В Челябинске Винная Монополия Практически Вступила В действие Только В 1902 Году И Соответственно Прекратил Действие Водочный Завод Пахровский Вот если Пойдете По улице Цивилинга Там Сейчас Котлован Роют Под гостиницу Это Между Камерным Театром И Комиссариатом Ну Комендатурой И Именно там Было Два Года Назад Археологи Нашли Остатки Водочного Завода Покровского В 1902 Году Он Прикладил Существование Вот Посмотрите Довольно Такая Похожая Архитектура Вот Челябинского И Верхнеуральского Если В Челябинске Где-то До 2002 Года Производили Водку Это Челябинский Ликороводочный Завод На Собственно На Территорию Вот этого Бывшего Казенного Склада То Верхнеуральский До Марта Этого Года До Марта Этого Года Производили К сожалению Ну Как Всегда Там Частично Водку Шла В чистую Частично В темную Ну Закрыли Завод За вот такие Нехорошие Действия Но пока Он еще Не разрушен В Златовусте Казенный Винный Склад Тоже Очень похожая Архитектура Потому Что Были Специально Такие Типовые Проекты Которые Строились Альбомы И по ним Строились В зависимости От мощности Заводов Там 150 Тысяч Ведер В год Или там Больше Ведро Это 12 Витров И Ну Опять Ну уж Продолжим Вот эту Алкогольную Тему Тоже Довольно Интересная Я бы Назвал Пивная Архитектура Челябинской Области Она Очень Скромная И Наверное Одно Из самых Интересных Зданий Это Пивзавод Зукера В Троицке К сожалению Он сейчас В таком Заброшенном Состоянии Ну и Вот эта Фотография Она Немножко Обрезанная Но Очень Интересный Комплекс Потому Что Там На территории Сохранилось Не только Вот это Здание Но и Склады И Солодовая И так далее В общем Надеюсь Может быть Когда-нибудь Его восстановят И может быть Будут Использовать Как-нибудь Под какой-нибудь Ну я не знаю У нас У меня вот Дочь Сейчас Путешествует По Америке И вот Она мне Говорит Вот я Удивляюсь Там такие Огромные Строят Здания Выставочные Центры Или Используют Старые Но В них Наполнение Ничтожное У нас Наоборот У нас Очень Интересная Сейчас И Традиционная И современная Искусство Живопись Скульптура Но Выставлять Ее негде То есть Вот такой Парадокс Ну вот Может быть Используют Вот такие Издания Уже Для Более Таких Не петейных А Более Интересных Тем В Троицке Есть еще Одна Ну Остатки Еще одного Пивзавода Ну Что интересно Вот допустим Один называл Восточная Бавария Другой Новая Бавария Ну Считалось Что Бавария Даже в Челябинске Была тоже По-моему Новая Бавария Это На улице Труда За домом Труда 89 Там была Тоже Пивовария Пивной Завод Но Его разломали Еще в 20-е годы Очень печально В Верхнеуральске Красивейшее здание Это вот то Что осталось От огромного Пивзавода Причем В красивом месте Если вы когда-нибудь Были Или будете В Верхнеуральске Обратите внимание В Верхнеуральске Это вообще Интереснейший город Вот если Кто-то желает Ну окунуться Там на 100-150 лет Назад То надо поехать Либо в Труйск Либо в Верхнеуральск В Верхнеуральске Сохранились Десятки домов Именно улицы Такие как Конца 19-го Начало 20-го века Нетронутые Очень интересные И Ну и сама местность В Верхнеуральск Это На реке Урал Там граница Европы Азии Совсем не нужно Ехать там Допустим Тоже в Магнитогорск Или в Златоуст Чтобы перейти Границу Деврога Двух континентов А вот можно поехать В Верхнеуральск И Кроме Таких производственных Предприятий Сохранились Еще склады Дело в том Что Ну вот например В Челябинске Не получило развития Вот допустим В том же В Верхнеуральске Было по-моему Чуть ли не 4 Пивеных завода В Троицке 2 А в Челябинске Всего 1 Всего 1 А почему А потому что В Челябинске Была проведена Железная дорога И поэтому Было проще Перевозить пиво Из других городов В частности Жигулевское И вот Фон Вакана Купил в конце 19 века Участок В Самаре И построил Жигулевский завод А затем В 58 городах России Российской империи Закупил тоже Участки И там построил Склады На поездах Привозили пиво Летом Там во льду Зимой Просто так И здесь Уже В больших таких Ёмкостях А на месте Развивали В том числе И в Челябинске Вот Кто-нибудь узнает Где это В центре города Правильно Гостиный двор Вот надо Дать должность Решетнику Это Владельство Гостиного двора И детского мира Когда Ну и еще Конечно Архитектору Ковалеву Когда они Делали гостиный двор То они не разрушили Вот эти старые склады Построенные в 1908 году А вписали его В интерьер То есть Вот это не на воде Ну За исключением Конечно Дверей А вот Что касается стен Это родные стены 1908 года Обратите внимание Это очень интересная Архитектура Новая площадь К сожалению Она сейчас не используется Там есть небольшой По-моему ресторанчик Или пивоварня Какая-то чешская Ну вот Сам Сам вот этот Склад Он сейчас просто Используется Как склад Там какие-то Мебель Что-то хранится И так далее Вообще Хорошо бы там Какой-нибудь Кафе Сделать Или Ту же пивоварню Перенести Потому что Там совсем другое Там вот Своды Манье Ну я немножко Позже расскажу Об этих Сводах Манье Если у меня останется Время А вот Кстати Своды Манье Вот тоже Я обратил внимание Интересная история Своды Манье Это Придумал садовник Французский Практически Ему нужно было Делать бочки И вот он Придумал арматуру Что обмазал цементом И получилось Очень прочное сооружение Потом Он начал развивать И в частности Делали вот такие Своды Вот сейчас Как делают Панели Большие железобетоны Тогда этого не было Поэтому делали Ставили какие-то Ну допустим Рейсы Или швеллеры А между ними Можно было Либо кирпичами Такую арочку делать Либо из железобетона И Обычно Вот такой Простенок Он был От 40 до 60 сантиметров И он выдерживал Очень большую Нагрузку Ну вот Например В Челябинске Если вы Были На Бывшем заводе Росикла Свобода 2 Там при входе Есть С правой стороны Здание И вот Вот они Как раз Видите Своды Манье В этом здании Это был Первый этаж А на втором Была установлена Паровая мельница Или вот еще Здание Вот даже Не догадаетесь Балкончик Тоже С водами Манье Где он находится В центре города Ну это мало Кто знает Это Бывший Магазин Зайкова Потом Ресторан Арктика А ныне Там размещается Ну правда В настройках Министерства Здравоохранения Это напротив Кинотеатра Знамя И что интересно Ну вот Конец 19-го Начало 20-го века Вот эти Своды Манье И вдруг Своды Манье Снова Находят Применение Ну Система Сводов Манье Находят Применение Когда началось Массовое Строительство В конце 20-х Начале 30-х Годов Ну вот Например Балконы В городе Латаусте Я когда Был там И местный Строитель Обратил внимание Вот посмотрите Какие интересные Балконы Я задумался А может быть Они еще где-то есть И действительно Магнитогорский Первый Магнитогорский дом Который построили Многоэтажный дом Магнитогорский Видите Тоже Со сводами Манье И в Челябинске Есть В Челябинске Ну я не стал Приводить В Челябинске Это Вот если вы пойдете По улице Российской То Вот около Проспекта Слева и справа Там и ряд Домов построенных В конце 20-х Начале 30-х Годов Там балконы Со сводами Манье И вот Такая тема Еще время Есть Немножко Пять минут Пять минут Ну вот Я хочу остановиться Ну это Моя версия Это Десять Самых интересных Старинных зданий Челябинска Ну Можно соглашаться Можно не соглашаться Но Дело в том Что К сожалению За всю историю За 282 года Существование Челябинска Ну вот Очень мало Интересных зданий Которые привлекли бы Ну вот Одно из них Это здание На улице Красноармейской Дом Югиной Ну Практически Это дом Принадлежал Лоренцеву У него был Керамический завод Он сохранилось Здание В керамическом поселке Но почему-то Он Дом записал На свою Видимо Любовницу На вот эту Югину Прачку Народный дом Ну История Народного дома Наверное Всем известна Построили в 1903 году И в общем-то Благодаря Пожертвованию 24 тысячи Из 35 Дал Золотопромышленник Чикин Кстати вот Сейчас на Карла Маркса Идет реставрация Дома Чикина И вроде Делают аккуратно Ну В общем-то Дом интересный Красивый Ну Дальше туда К югу Он конечно Надстроен Дважды В 30-е годы Потом 40-е Но В целом Вот этот фасад Уходящий на север Он Сохранил Вот эти элементы Именно 1903 года Черезвездочная фабрика Сейчас Черезвездочная фабрика Увы Вот в таком Полуразрушенном состоянии Это на улице Васенко В советское время Там был Чимфанзавод И даже в перестроечное Время находился Но Это одно из Интереснейших Зданий Вот в принципе Черезвездки Если брать всю Россию Их сохранилось Очень мало В Кунгурии Есть В Перми В Москве Ну и в общем-то Я честно говоря Больше не знаю В Челябинске Было 4 4 здания И вот самое красивое К счастью Это товарищество Кузнецова Премника Губкина Оно Было построено В начале 20 века Потом его Немножко надстроили Но Были такие Варвары Компания Планар Она Ну армада Она же Один и тот же Директор Они в 2009 году Разрушили Уголовное дело Замяли В общем-то Ну Сейчас вот полиции Отдали Может быть Она его восстановит Интереснейшее Красивое здание Здание Реальное училище На улице Красной Там сейчас Располагается Один из факультетов Как у нас Агроуниверситет По-моему И Вот это здание Оно практически С самого Его строительства В 1905-1907 году Использовалось Именно только Для учебных целей Ну Реальное училище Это было практически Среднее училище И самое-самое Высшее В Челябинске Этот проект Аналогично Есть Здание В Санкт-Петербурге Но немножко Переработано Челябинское здание Отличается Ну конечно Александра Невская Церковь Она Ну я бы еще Я тебя сегодня не привожу Но они Равнозначны Троицкая церковь Около Зеленого рынка И вот это Так называемая Красная Померанцевская церковь Дело в том Что Автор проекта Это Московский архитектор Померанцев Ну он известен Например тем Что ГУМ В Москве Был построен По его проекту И Вот Мой любимый дом Это Дом Особняк Хованова На улице Басенко Там сейчас Чекисты Современные ФСБшники Располагаются Но дом Очень Красивый С богатым Декором Ну вот чем-то Говорят Что Один и тот же Строитель Троицкую церковь И вот этот дом Делал К сожалению Хованов Он занимался Торговлей леса Не Не пожил В этом доме Поскольку Он очень активно Участвовал В строительстве И один раз Упал с лесов И умер Буквально За год До завершения Строительства Ну а его Сыновья К сожалению Не смогли Разделаться С кредитами И его Отобрали У семьи Хованова Особняк Архипова Тоже Новосенко Вот Новосенко Получается Особняк Хованова Торговал Мукой Ну к сожалению Мельница Архипова Это на станции Водной В 1982 году Взорвалась И от нее Ничего не осталось Ну вот Сохранился Вот этот дом Причем Этот дом Он полукаменный Второй этаж Деревянный Ну так хорошо Он Оштукатурен И вот его Отреставрировали Опять же Полицейские То смотрится Он прекрасно Ну вот Это моя боль Не только моя Многих других Это Магазин Валеева Магазин Валеева Был построен 1911 году Троицким Купцом Валеевым И вот Одна из Ну это старая фотография Где-то Пятилетней давности Видите Смотрится Прекрасно Но увы Сейчас Она обвешана Какой-то совершенно Ненужной И страшненькой Рекламой И вот Наверное Последний дом Это дом До Цигера Высоцкого На улице Труда Это угол Труда И Пушкина Ну это Чистейший модерн Ну там Потерянный шпиль Но его восстанавливают Будут делать Входную группу Ну в общем-то Это один Вот из самых Интересных Домов А еще Извините Конечно здание Здание пассажа Яушево Здание пассажа Яушево Где сейчас Находится Картинная галерея Или музей Изобразительных Искусств 1913 год К сожалению В нем Были Зеркальные окна Во всю Так сказать Во всю Раму Но Во время Бабьего пункта 1915 года Когда женщины Решили Что у них Не будет Сахара Они разбили Эти окна Потом На втором этаже Разбили Так это Не восстановили Ну вот В принципе Там еще Двух темы Но я думаю Это когда-нибудь В следующий раз Поэтому я заканчиваю Пожалуйста Если есть вопросы Большое спасибо Вильяна Владимирович Вильяна Владимирович Вы же не против Вопросов Из зала Нет Все Можете задавать Вопрос Здравствуйте Скажите пожалуйста Когда в России В 1514 году Был принят Сухой закон Вот вы очень много Вы говорили Обители Там заведения И не понимаете Что с ним В этом вы начали Там есть Сухой закон Они так и остались Работать Это первый вопрос И второй На площади революции Это здание Большой театр Там у учредителей Были похоже Тоже общество Трестности В челябе Да Вот это очень Ценно Чтобы мы знали Что в челябе Были общество Да Именно Это так Собственно Народные дома Во всех городах В основном Делали Организовывались Их строительство Общество Трезвости Ну как-то Отвлечь От Вот таких Петельных Забот Что касается Сухого закона Ну если Почитать Воспоминания Константин Киплоухова Который был Авцизным Чиновником Увы Все это дело Обходили Все равно Народ продолжал Пить Только Ну может Более Тайно Гнали Самогонку И Все это Продолжалось Искитрялись Допустим Там Невозможно Было Это все Учесть Ну что Далеко Ходить Если взять Вот даже 86-й Там 87-й Когда Или Горбачев Травил Вот это тоже Попытка Сухого закона Это так Это бесполезно Поэтому Все это Обходили Хотя Формально Да Действительно Был даже Такой Случай Вот Я вам Показывал Своды Манья Этот Бывший Дрожжевый Накуриный Завод Аникина Ну где Завод Арктикла Потом построили Там При Производстве Дрожжей Попутно Производился Спир Ну а Поскольку Ну вот Ввели Сухой закон Соответственно Сдавать Они Ну просто Необходимости Ну Государству Брать этот спирт Уже не было И он Аникин Очень боялся И он Как-то Позвал Теплоухова И говорит Что мне делать У меня там Накопилось 10 тонн Вот этого Спирта Ну в общем Они Втихаря Ночью Прорыли Такие Канавы К реке Миаз Там Недалеко Было И спустили 10 тонн В реку Миаз И Теплоухов Еще радовался Что все Пошлось Потому что Аналогичный Случай Не помню В каком-то Другом Городе Когда Тоже Вылили А Разбилась Бочка Так Зимой Было И Народ Этот снег Весь Съел Народ Ну вы Что Веришь На Пескаревском Вернее На Скажите Пожалуйста Неужели Ничего Не Осталось Ни пива Ни водки Ни спирта До наших Времен Ничего Не Должно Или Что-то Осталось Что Нибудь Осталось Из тех Запасов На Сегодняшние Дни Где Ну Их же Сейчас По новой Раскапывают Там Ну Понятно К сожалению Пока нет Ничего Не нашли Только Разбитые Бутылки Хотя Вот Допустим Мы были На Ликероволочном Заводе На Бывшем Это Казенный Винно Сплатно Могильниково А Закрыли Его В 2002 Году А мы были В 2016 И Там Огромные Такие бочки Такой высотой Дубовые И На донышке Там были Наливки Ну Попробовали Ничего Вроде Снедобные Не отравились С Вашего Позволения Ну Во-первых На Бадарских Складах После Того Как Распобили В Ленинграде Ели Землю Пропитанную Сахаром Напомню Во-вторых Вы Упомянули Самарские Предприятия Фон Вагана Мне Доводилось Читать Воспоминания Может быть Синкома Фамилия Максима У него Есть Интереснейшая Книга Записки Психиатра Ильсен Калаперидолу За счет Заведения И он Упоминает Это В своих Воспоминаниях Про студенческие Годы В зданиях Пивоваренного Завода Фон Вагана Находился Морг Где Они Проводили Вскрытие И Анатомические Исследования Третий Момент За Вот эту Деятельность Сергея Юрьевича Витта Которого Вы упомянули 25-30% Его бюджет Прозвали Не неначу Как пьяным Бюджетом Вопросов Я хотел Задать Вам Тоже Два Вот таких Первое Вы Действительно Показали Ряд Архитектурных Памятников Но Есть Конечно Здания Которые Имеют Архитектурную Ценность Есть Здания Которые Просто Красиво Выглядят Которые Может быть Аутентичны Сохраняют Среду Но Когда Любой Извините Склад Любой Извините Сарай Выдают За объект Историк Культурного Наследия Это Кажется Как минимум Странно Поэтому Первый Большой Вопрос Зачем И Зачем Так делать Я это Имею ввиду И Второе Вот Есть У нас Рядом С местом Где Сейчас Работаю Заброшенное Здание Элибатора И Насколько Мне Известно До сих пор Неизвестно Кому Конкретно Это Принадлежит У меня Отсюда Вытекает Второй Вопрос Например Как это Выяснить Как Именно Это Выясняется И Второе Как Именно Инициировать Допустим Его Реставрацию Благодарю Вас Извините За многословие Понятно Можно Можно Тоже Вопрос Задать А Вот Вы Сканали Про Сарай Почему Для Вас Это Сарай Приведите Пожалуйста Аргументы И Как Вы Отвечаете Вот Эти Красивые Здания Как Вы Сказали Объекты Культурного Наследия От Сарая Очень Интересно Послушать Ваши Аргументы Спасибо Просто Если Нет Я сейчас На самом деле Поясни Логически Есть Интересные Архитектурные Решения Вроде Представленных Сводов Манья Допустим Которые Интересны Чисто Технически Есть Решение Которое Просто Смотрится Красиво Вроде Особняка Данца Гермасадского Предъявленного Но Когда Имеется Допустим Здание Допо Скажем так Архитектурный Чудебр Чудебр Или Сарай 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 18 века Таких Осталось 5 Челябинской Области И что Значит Его Снести К чертовой Матери Я думаю На нем Была Калыча Пожарная Местные Краеведы Историки Пытались Спасти Это Здание Они Доказывали Что Это Действительно Это Важно Для Челябинской Плевали Снесли Что Мы Имеем Ввиду Что Мы Сейчас Ничего Не Имеем Какое Страшное Серое Здание Якобы Современное Поэтому Надо Сто Раз Подумать Есть Определенная Система И Надо Сказать Что Это Не Субъективное Мнение Когда Включают Государственный Реестр Федеральный Есть Специальные Эксперты Есть Специальные Комиссии Которые Определяют Стоит Или Не И Вот Из Того Что Вы Посмотрели Ну Я Не Знаю Если Вы Считаете Что Это Надо Снести Ну Пожалуйста Давайте Сносите Ломайте Будет Слава Герострата Ну Это Вопрос Знаете Чисто Такой Субъективный Я Думаю Что Это За Одну Минуту Не Ответишь И Не Убедишь А Что Касается Элеватора Во-первых Челябинский Элеватор Не Уникальное Здание Аналогичное Здание В шикарном Состоянии Находится В Саратовской Области Это Тоже Был Типовой Проект И Там Не Только Основная Часть Сохранилась Но И Крылья Кому Принадлежит Челябинский Это Известно Компания Морозыка Господин Баймаков Он Даже Заказывал Проекты И Планировал Восстановить Но Дело В том Что В славные 90-е Годы Вот эти Участок Там же Около Элеватора Еще Куча Всяких Складов Там По-моему Около Трех Десятков Владельцев И Они Никак Не Могут Между Собой Договориться Потому Что Что Там Такое Ценно Построить Соответственно Нужны Парковки И так Далее Но Есть Проекты Года Полтора Назад На Печекуче Представляли Такой Проект Восстановления Использования Вот этого Вопрос В деньгах Все Упирается В деньги Будут Деньги Сделают Не будет Деньги Значит Ничего Не сделают Ну И давайте Последний Вопрос Девушка Руку Поднимала Уже Ну Последний Последний Совершенно Нет Таких Людей В Челябинске Которые Хотят Заняться Этим И Инвестировать Реставрацию Таких Зданий Нет Таких К сожалению Практически Нет Нет Ну Не сказать Чтобы Совсем Нет Я могу Назвать Ну По крайней мере Три Примера Первый Пример Уже Почти Реализованный На улице Миявской 44 Восстановили Стар Бывший дом Загуменного Там находилась Нижняя ремесленная школа В 1903-1905 годы И очень аккуратно Восстановили И Там был Час-хостел И что интересно Например Они на втором этаже Они просто ободрали Старую штукатурку И когда Заходишь Вот эти Красивые Арочные Проемы Там пол Там доски Такой толщины 1900 1896 года Поэтому Вот этот пример Второй пример На улице Труда 89 Вот как раз Где был Пивзавод Венцеля Ну Венцель там арендовал Вообще он Бельевскому Принадлежал Этот дом Его сейчас взял Ну Челябинский Известный блогер Дмитрий Балакирев И он сделал проект И вот Недавно Он буквально Приступил К восстановлению Этого здания Там хотят Сделать Рестобар Ну в принципе Интересная идея И еще Недели Полторы Две назад Встречался С одним Из Застройщиков У него Есть идея Восстановления Некоторых Зданий Ну Вопрос еще В том Чтобы получить Их Дело в том Что многие Те кто Владеют Они У них цель Одна Снести И На этом месте Построить Там какой-нибудь Сарач Стеклянный А То что Находится Допустим Муниципальная Собственность Ну вот Например Здание Цвилинга 8 Угол Карла Маркса И цвилинга Вот он Попытался Ему сказали Нет У нас Есть Особая Программа Уже Кто-то Там Получил Грант На это Дело Из Областного Бюджета Или из Городского И будет Его якобы Восстанавливать Ну вот Такие моменты Ну Кое-что Двигается